Террограмм Клуб «Крылья Советов» решил подарить футболисту Раки. Неожиданный презент предназначался для экс-игрока «Крылышек» Владислава Радимова. Уважаемому и не чужому для «Крыльев» человеку передали презент из Самары. «Влад, всегда ждем в гости. Жаль, что не свиделись сегодня», – говорится в сообщении клуба. Приветствие дорогому другу Владу зачитал лично главный тренер команды Андрей Тихонов. Мой друг, привет. Я знаю, что ты, наверное, переживала и за нас, и за «Зенит». Так что ты много очень силы вложил. Поэтому тебе небольшой подарочек – это как бы, знаете, та щепотка, которую сюда принесли. Остальное все там, ты знаешь. Конечно же, удачи тебе, мой друг. Раки, вот. Тронут до слез. Спасибо, друзья мои. Самара всегда в моем сердце. Ну и с победой. Жду вас в ответном матче в Питере. «Подготовлю тоже кое-что», – отреагировал Влад. Самарский спортивный комментатор Андрей Миронов выложил свое фото с волейбольного матча Новокуйбышевской «Новы» с «Уралом». Обидно, что не смогли вчера чуток дожать «Урал». Это все интриги начала четвертого сета. Шанс был, но судьи не были готовы к таким ходам Брянского и начудили своими решениями снять очки «Нови», но оставить их «Уралу». Надя Савельева послала лучи гнева в виртуальное пространство. «Больше всего я ненавижу сплетни, слухи и неправду. Чертовски хочется, чтобы отсохли языки у людей, которые распространяют такие гнилые вещи, и мозгов тем, кто верит в это», – негодует Надя. «А кто же так досадил красавицу?» – она не рассказала. Читатели с юмором прокомментировали ситуацию. «Надя, ты говоришь про паутину, мух и приправу. Чертовски хочется, чтобы лягушки языками съели мух, паутина перестала заводиться в гнилых местах, и мозги тем, кто портит мясо лишней приправой». Инга Овчарова, хозяйка Самарского ресторана и организатор женского клуба, показала, как она вместе с подругами бросилась в зажигательный танец во время путешествия по Грузии. «Мы можем танцевать под любую музыку, когда есть настроение». «Поляки за седним столом глазели на нас с недоумением. Чему эти русские девушки так радуются?» – пишет Инга. Самарчанка Алла Мионаргия, которая сейчас участвует в проекте «Голос», обратилась за советом к френдам. «Эй, семья моя виртуальная, нужна ваша помощь. Какие песни вы хотели бы услышать в моем исполнении?» «В голосе все по-другому строится. Нравится, не нравится, а сделать надо на 200%,» – пишет Алла. «По мнению френдов, было бы интересно услышать какую-нибудь песню Зимфира в исполнении Аллы, ведь поначалу многие путали их голоса. Может получиться прям в ноль, наверное. Также читатели предложили Пугачеву, Мару и Анну Ли, а также песню из фильма «Кукушка». Екатерина Сугробова, редактор местного издания, поделилась со своими почти шестью тысячами подписчиков принципами взаимоотношений с внешним миром. События последних дней как бы говорят, зачем эти люди в своей жизни? «Я думала так, как советует большинство психологов, для того, чтобы стать лучше. Я-то лучше стану, куда уж теперь одеваться. А вот учителя так и останутся в своем мире зависти, злобы и моих словах, приобретающих иной смысл в их интерпретации. Мне как-то сказал один обиженный человек, «Потеряя меня, вы потеряете все. Но уже в следующем месяце я приобрела ровно в три раза больше. Значит, тогда я верно поступила». Откуда берутся железные леди и стервы? На этот вечный вопрос попыталась ответить Инна. «Открою вам секрет. Их, по сути, не существует», – считает Инна. Женщины становятся сильной, как правило, не по велению сердца и природы, а под воздействием жизненных обстоятельств, которые как раз особого выбора не оставляют. Либо сломаться и размазаться в пластилин, либо закалить внутренний стержень и смочь. Но в глубине женской души жестокость этого стержня некомфортна, а скорее болезненно. И встречая на своем пути мужчин, вроде бы добрых, хороших и внимательных, прежде чем сказать «Да, одному из них невольно сравниваешь жесткость». Это и внутренние опоры. Потому что, говоря «Да», женщина отдает свою жизнь в его руки, и, безусловно, страшно. И хочется понять, а защитит ли он меня от всех бед и напастей? Не хуже, а лучше, чем смогла бы это сделать я сама. Даст ли он мне опору? Продолжаем обзор. Владлена Воробьева, владелица студии ремонта, решила провернуть небезопасный эксперимент с мухоморами. Какие красивые грибы! Мы тут начитались про мухоморы и решили из них настойки приготовить лечебные, пишет Владлена. Да и на самом деле, настойки мухомора применяют в народной медицине очень давно. Несмотря на то, что мухомор является ядовитым и может стать причиной отравления при употреблении в пищу, он обладает полезными, целебными свойствами. Из красного мухомора изготавливают самые различные настойки, обладающие противоопухолевым, обезболивающим и антибиотическим действием. Главное, Владлена, использовать только шляпки гриба, а саму настойку делать на чистом спирту. Светская красавица Юлия Романовская заявила, что мама – это не статус и не призвание. Мама – это тяжелая ежедневная работа, единственное вознаграждение которой – любовь и благодарность детей. Предлагаю всем отложить свои важные дела, позвонить мамам и сказать, как сильно вы их любите. «Истерика! Варвозавр бушует!» – отреагировали читатели на плач младенца. Маша Горячева, владелица сети магазинов женской одежды, призналась, что она в детстве мечтала, чтобы каждый день у нее были новые платья, юбки и шубки. Я выросла, и мечта сбылась. Каждый день на нашей фабрике шьются новые платья, юбки, костюмы и блузки. А сегодня мы сшили шубку. Она, конечно, невероятная. Ткани было мало, и вышло всего две шубки. Одну оставлю себе, а вторую повешу на новый манекен. И пусть завтра ее купит какая-нибудь супермодница. Это шубка бельчушки-сутенера, уточняет Маша. Брутальный ведущий Дмитрий Рубин ответил на вопрос, что делать, если пятница-развратница, а твой пресс вообще не для разврата. Правильно, нужно делать подъем ног к перекладине, заявил Дмитрий. Отличное функциональное упражнение для прокачки ваших кубиков и самооценки. А еще кушайте меньше всяческой бесполезности, тренируйтесь, улыбайтесь и будет вам пресс. Ольга Лаверычева, организатор гастрономических ужинов и мастер-классов, заявила, что чем счастливее люди живут, тем проще они одеваются. Неожиданный вывод, но ежегодному отчету ООН можно довериться, пишет Ольга. Меня, конечно, никто не спрашивал, но я стала размышлять на эту тему. Счастливый человек, в моем понимании, классно себя чувствует и в простой, и в привлекающей внимании одежде. Здесь самоощущение, главный характер самого счастливчика. Я вот люблю оба варианта. Пост написан для дискуссии, у меня для себя финального ответа нет. Мне кажется, осень дает нам еще один шанс, чтобы сделать яркие, сочные осенние кадры. Во всяком случае, Инстаграм за выходные пополнился многочисленными фото в лесу, на природе, в городских парках. Смотрите внимательно, возможно, в нашей фотоподборке вы увидите и ваше фото. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно, так же, как и героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети Терры и следите за новостями в новом выпуске Террограмма. С вами была я, Таня Бекметова. До встречи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА